Она не снимает бочку, как в металл музыке, а просто я добавляю в некоторые танцевальные вещи эффективный звук, танцевальные дэнсовые клейперы какие-то, звучит богаче, красивее, это все. Так что в любой музыке можно делать современное какое-то звучание, улучшать качество, была бы фантазия. Вот, значит полчаса я выделяю кардану. Дальше у меня идет, обычно я занимаюсь фразировкой, ну я играю группы. Вот, например, сейчас объясню, что я делал. Когда я играл первую вещь, вы слышали несколько сбивок с такими смещенными акцентами. Как это делается? Все достаточно просто. Если вы откроете книжки Гэри Чеффер, то там есть группировки, у него написано 5А, 3А, 5С. Как это играется все? Значит, система очень простая. Вы берете, ну допустим, если это, возьмем два такта из 16 нот, 32 нот, да? Можно банально сыграть клитку 16-ми вот так. Что предлагает нам Гарри Чеффер? Гарри Чеффер предлагает их поделить, например, на нечетные группы. То есть мы берем 4 пятерки, это 25, ну 5 и 5, 25. И у нас остается еще 7 нот. То есть мы играем 4 пятерки, 5 пятерок и одну семерку. А теперь мы семерку запихнем в середину. Например, сыграем 3 пятерки, семерку и еще 2 пятерки. И получается... А, и раскинем их на разный барабан. Три пятерки мы сыграем через первый тон, семерку через второй, и опять две пятерки уже через третий. Как это будет звучать? Значит, примерно это будет выглядеть вот так. Это как бы самый простой пример применения. Как будет звучать сбивка? Я попробую сейчас так это сделаю. Так же я там использую в концерте какие-то сбивки через семерки. Например, через семерки. 4 семерки, это 28 и еще 4 звука. Получается вот такая картина, например. Вот это чисто американская система, как это играет. То есть в один момент я просто понял, что американцы ничего особо не изобретают. У них есть формулы, уже написанные, которые выигрышно звучат. Вот. И они просто разучивают эти формулы. Я... Подтверждение этому, так как у меня в школе часто проходят мастер-классы западных барабанщиков. Меня подтвердил потом барабанщик цирка Дюссалей Бен Тодд. Он советовал так, что вы берете одну фигуру, разучиваете, вторую фигуру, третью фигуру. Не надо, говорит, потом учить четвертую фигуру. Научитесь свободно перемещаться между этими, то есть миксовать это между собой. И он прям примером приводил, что вот сейчас песня такая, то он раздавал ноты, говорит, я буду играть только вот эти три фигуры в соло. Сидишь, слушаешь, такое ощущение, что человек вообще постоянно импровизирует. А он играет все эти три фигуры или ничего больше. Вот. Естественно, у более матерых барабанщиков у них больше этих фигур. Вот. Еще сейчас пример приведу дальше, что вы еще можете с этим делать. Вы можете это в секстолер сыграть. Вот то, что я делал в предыдущей вещи. Я играл пятерки. И вот как они могут по-разному, например, звучать. Сейчас я вам сыграю такт с секстолерами, а потом расставлю акценты через каждые пять нот. То есть, получается, вот они запутанные сбивки, как у колаюты, в принципе. Также я играл еще одну сбивку в таком плане. Те же самые пятерки, но они будут уже звучать по-другому. Сейчас покажу. То же самое, но уже звучит по-другому. Поэтому, если вы хотите заниматься именно этой системой, то это не обязательно. Каждый для себя выбирает. То есть, я расскажу свой подход, честно, к этому. Каждый уже решает, что ему нужно. Вот. Если вы хотите играть в эту систему, то берете одну фигуру и начинаете ее раскладывать по всей установке. То есть, не надо вот выучил паттерн, например. Ну, я имею в виду, выучил на один такт. И все. Вы становитесь зависимым от того, что вы играете, вы его и нет. А лучше всего раскидывать это по установке независимо. То есть, сидите и импровизируйте на эту тему. Вот. Также, смена акцентов очень сильно дает вот это. Если взять вот ту же фигуру. Это с экстоли. Раз. Здесь понятно. А теперь мы замиксуем это. В одной группе сыграем два акцента, в другой три. И получится такая замороченная сбивка. Это всего лишь смена акцентов. В быстром темпе вот вам. Узнаете, откуда у Калаюта. Многие растут, в принципе. Недаром Калаюта, кстати, говорил в интервью, что его когда спросили, а почему вы не снимете видео школу? Он говорит, а я ничего нового не изобрел. Я играю. Он сказал, рудименты. Вот. У Чефи они не рудименты. Но там, естественно, все эти парадитлы вы все отследите. Просто у него своя система нотной записи. Например, что значит вот эти 5А, 5С, 4Б? Значит, как он решил расписать эту систему? Значит, 5 – это количество нот в группе. Что означает буквы? А. Первая буква алфавита. Означает, что будет один одиночный удар в этой группе. Первый. Т.е. получается 5А играется 1 одиночный и 2 двойный. Т.е. группа из 5А будет звучать там, например. 5С. С – это третья буква в алфавите. Ну, в английском, естественно. 5С, тогда правильно. Вот. И означает, что будет три одиночных удара и двойка в конце. Т.е. одиночный всегда в начале будет. И получается, такая группа будет играться уже там. Т.е. Т.е. самое касается 4Б. Это уже четные группы. И, соответственно, 4Б будет играться. Б – вторая буква алфавита. Два одиночных, значит. И двойка. Т.е. Примерно. Т.е. Вот он парадидол. Фактически. Т.е. Ну и, естественно, смена акцентов. Опять же, можно, как вот я делал, расставлять, не обязательно, там, 5-4 пятерки и в конце семерку. Семерку можно засунуть куда угодно. Менять. Она может быть первая, вторая, там, третья. В зависимости от вашей фантазии. И что я делаю дальше? Еще есть группы. Это вот я вам сейчас показал группы для рук. Но вы можете сами там вставлять ногу, как хотите. Например. Я вот сделал, например, группу из четырех пятерок и четверки. Это, получается, в секстоле. Я ее раскидал. Вот. Они были изначально... 5С. Т.е. три одиночных. Я просто двойку заменил на ногу. Получилась такая штука. Вот. И вот вам те же госпельные сбивки, которые модные, но только с учетом, что это нечетные группировки. Получаются вот такие. Попробуем сейчас. Т.е. Вот такие замороченные вещи можно делать благодаря этой системе. Ну, еще там есть, еще на этой группировке хитрая штука. У него есть, когда он соединяет, например, три и пять, и нога всегда играет в конце. Если это нечетная группировка три, пять, семь, то будет одна нога самая последняя. Остальное все играет с одиночками. И, если это четная, то, естественно, две ноги будут тоже в конце. Ну, например, группировка из трех и пяти звучит так. Дальше, что вы делаете? Вы раскидываете все это тоже по барабану. Естественно, меняя динамику, меняя акценты. Вот. Ну, что еще с этим вы можете? Вы можете раздварить какие-то ноги. Вот. И так далее. Т.е. вот этим я занимаюсь, ну, от получаса в день. Ну, стараюсь, конечно, если есть возможность, час вот этим уделять. Потому что именно вот то, чем сейчас я решил заняться и поставил себе цель на год, что за год я должен уже начать применять вот такие группировки в музыке. Потому что до этого, ну, не секрет, что мы играем зачастую пою, что вижу. А, соло. Сейчас вы получите. У меня у самого была такая, я помню. Вот сейчас я избавляюсь от этой дурацкой привычки. Это сложно, потому что годами выработано. Но я помню, когда начинал свою карьеру, начинал я ее в оркестре цирка Воронежского. И, когда доходило дело до соло, тут проявлялось, то есть, во-первых, это было раз в четыре громче всего оркестра. Дальше, с чувством выполненного долга, я так смотрел в зал. Так вот, это наш парк. А на меня кто-то смотрит. Все смотрят на медведя. В общем, и вот сейчас это я решил освоить вот эти группировки. Мне это стало очень интересно. Именно вот это американское мышление в игре вот этой, ну, как сказать, вот... Я не скрываю, что один из моих любимых барабанщиков это Ви Николаюто. И мне очень интересно, как он это делает. Единственное, я не деру в него партии. Потому что времена, когда я снимал, другие барабанщики уже прошли. Надо развиваться дальше самому. Иначе станешь просто копией барабанщика, причем не самой хорошей. Вот, поэтому... Но какие-то идеи я у него все-таки... То есть, я как, я слушаю колоюту, думаю, о, классная идея. И дальше постараюсь играть ее по-своему. Ну, то есть, примерно, что делать, я не пойму просто. Поэтому я им даю то, что они хотят видеть. В данном случае я начинаю с кардана. Низкие частоты очень заводят, кстати. Вот, если вам придется играть в поп-коллективах каких-то соли, то зрителям очень нравится, когда много бочек там. Они сразу, такой мотор какой-то. Они начинают сразу хлопать. Вот. Ну, небольшое, хотя я не люблю вообще шоу устраивать из этого. Ну, небольшие там, я водички попью, как и многие мои коллеги там. Все это. Людям нравится. Так вообще я не сторонник вот этих всех трюков, всяких приколов. Ну, наверное, в силу того, что те барабанчики, которые мне нравятся, они никогда этим не занимаются. А я брал на них ринцы. То есть, для меня было в первую очередь, да и всегда, для меня важно качество игры. То есть, мое мнение, но это чисто мое мнение, можете не воспринимать его, что барабанчики, которые в основном занимаются трюками, они притягивают к себе за счет этого внимания, а не за счет игры. Например, того же Колаюто, Чемборса, там, не знаю, Вэкла, их приглашают просто за то, что они играют. Для меня вот это было важнее, что я купил всех не дешевым трюком, а именно тем, что я что-то умею. Есть такая черта, как она называется, числа, не знаю, которая, в общем, для меня было важно доказать всем, что я профессионал, а не цирковой, скажем так. Опять же, в недавно разговоре с Крисом Колманом, он хорошо очень ответил на счет того же Томаса Лэнга, ему задали вопрос, вот, крутит палочка, он говорит, хорошо, давай разберем так, водителю троллейку свою, платит за то, что он вводит троллейку свою. В общем, вкратце получается, что он говорит, а мне платят за то, что народ танцует. И, говорит, и Томас Лэнг свои деньги получает не за то, что он крутит палочки, это 10% он получает за то, что крутит палочки, а 90% за то, что он умеет аккомпанировать. То есть, вот его был ответ. То есть, конечно, Лэнг это круто делает, ничего не поспоришь, но... Потом, вы знаете, еще в современном шоу-бизнесе вы мало где, ну, я имею в виду в нашем, где будете крутить палочки на самом деле, потому что у нас исполнители, они не Майкла Джексона, где вы сзади будете крутить палки и никого не отвлечете от этого. А если вы начнете крутить палки и начнете отвлекать внимание солистов, но это мало кому, мне кажется, понравится. Вот. Еще есть тенденция того, что, когда наши барабанщики, а это в силу того, что наши, вместо того, чтобы учиться играть, учатся крутить палки. А у американцев немножко это по другой причине происходит, потому что они все выходцы из драм-корпсов этих военных оркестров, и они априори с детства уже умеют это делать, занимаясь в этих оркестрах. Они просто потом переносят это в основном на установку и все. А наши, наоборот, специально учатся этому делать. И происходит такая история, когда человек начинает, вот он играл, все нормально, как только он начинает крутить палки, он теряет груз. То есть я видел это не раз. А еще больше я видел, когда он начинает терять палки. Что-то тоже сказывается на качестве игры. Вот. Поэтому такие вещи, конечно, можно, но я не знаю. Это потеря времени, на мой взгляд. Конечно, если кому-то нравится, можно заниматься. Но для меня я всегда подходил к барабанам, скажем так. Я считаю, что хороший барабанщик – это хороший аналитик. Сейчас расскажу несколько крамольных мыслей. Можете меня серьезно не воспринимать. Потому что где-то меня даже обвинили, что я старпер. Что я, типа, отношусь к черным, например. Как-то так. На самом деле история была простая. Я, как и все, подсел в свое время на госпиталь. И где-то полгода я так, о, красиво, все, класс, все, учу. Был такой у меня период, когда он тут появился. И произошло у меня небольшое такое прозрение. Когда я приехал с очередного концерта, сел в школе. И меня начало вырубать реально. А я включил модерн-драму. Я как-то сейчас помню, что играл, по-моему, с притчем. А модерн-драма… Я закрываю глаза, меня просто рубит. А ушами я слышал. И вот когда пропал визуальный эффект, я услышал, что он играет. И первая моя мысль была, какую же хрень он играет. Потому что ему было пофигу слова, а не слова. Просто чувак валил вот все, что видел. Думаю, интересно. Надо провести эксперимент. Я стал смотреть, значит, видео на ютубе там и так далее. Смотришь красиво, закрываешь глаза, переслушиваешь запись. Уже совсем другое восприятие. А потом… А дело еще в том, что… Ну да, если вы в концерте сыграете одну вещь, так все скажут… Бам! Вторую. Опять такая же реакция. А на третье они захотят послушать песни уже. Все, визуальные эффекты их уже не интересуют, они уже не смотрели. Вот тут-то все и всплывает. Вот. И это еще, может быть, подходит для каких-то стилей типа R&B. Но у нас такого, как правило, особо-то нет. Да, вот. И… Это первое. Был звоночек. Потом я… Ко мне часто заходит гости Леонид Хайкин, такой барабанчик. Я говорю, Леня, а у тебя есть такое? Вот так же фигня. Закрываешь глаза и понимаешь, что с музыкой это вообще разные вещи. Ну ладно. Это был первый звонок. Потом второй звонок у меня был, когда я стал смотреть… Я много смотрю тоже с госпельными, и я их сейчас смотрю даже. Не отрицаю, потому что у них есть интересная очень идея. Мне очень нравится, что они стали применять хэт как отдельный инструмент, когда в спивках. Прям очень круто. Да вот. Но… Начал слушать того же Аарона Спирса и всех… У них спрашивают, кто ваш любимый барабанщик? Обычно это тройка. Два стабильно. Винни Колаюто и Стив Дэд. И иногда всплывает Дэв Вэппл. Вот у Колмана он всплывает часто. И у меня появилась следующая кромальная музыка. А почему все черные хотят играть как белые, а мы как идиоты хотим играть как черные? А не проще белым играть как белые. Вот. И третье, что меня сподвигло… А! Был еще вариант. То, что я посмотрел… А! Посмотрел… Я много видео отсмотрел и заметил такую еще вещь, что 16-летний парень, например, госпильные и 30-летние играют абсолютно одинаково. То есть это не в том, что это уникальное что-то, а просто одна тусовка. И потом мне подтвердил эту вещь Джоэл Тейлор. Я спросил специально насчет госпильных барабанщиков. Он говорит… И почему вообще черных много барабанщиков? Потому что наши все это решают, что… Черные все рулят, а белые… Он говорит… Тейлор на это ответил одну вещь. Говорит… Понимаете, расовость в Америке между черным и белым не прошла. Сейчас, говорит, век R&B идет. Все продюсеры черные. Какие же будут сидеть барабанщики? Вот весь ответ из непосредственного источника. Потом следующее, что я… Это вот у меня много было моментов, когда я размышлял. Назовите мне хоть один учебник, который написан черным барабанщиком. Я думаю, вы не вспомните. Все системные занятия, все системные учебники написаны. Там Джон Райли – белый барабанщик. Чеффи, Честов. Это все белые ребята. Даже те же книжки на грувы написаны каким-то Стэнтоном Муром, Бенни Грэбом там. Но никак не черными барабанщиками. И самый абсурд, что… Почему все черные барабанщики стремятся попасть к белому Биллу Стюарту… О, не Биллу Стюарту… Не Биллу Стюарту, а Джон Райли. И научиться играть в джаз. Потому что Джон Райли там необычайно востребован в джазе барабанщик, преподаватель. Вот. И как бы вот из этого стало слагаться в моем мнении насчет игры. Посмотрел на игру Колаюто и сразу понимаю, что… То есть для меня всегда стандарт был барабанщика, что если я его могу узнать, не зная, что он там играет. Вот Колаюто, Векла, Чемберса… Я безошибочно определил, что это они себе. Хотя Колаюто бывает временами сложным, потому что он такой хамелеон. Но у него сбивки характерные, которые выдают, что это Колаюто себе. А Векла, Чемберса вообще элементарно определить. А вот если поставить там Спирс, Колман, это… Вообще не определишь, кто из них это делает. Они играют примерно одинаково. Ну да, быстро, круто, да. Не больше. И сбивки у них, а в отличие от вот этих пятерок, семерок, можно же этот же Госпел также играть вот через эти группировки. И это будет звучать совсем по-другому. А у них все строится в основном два через два, четыре через два. Как и у металлистов. То есть достаточно простые приемы, просто миксируются между собой на большой скорости. Мне стала интересна более интеллектуальная игра. Но это опять повторяет мой подход. Я вам расскажу свои мысли, но ни в коем случае их не навязываю. Поэтому вот как-то моя игра… Опять же, для меня важно было… Что еще важного для поп-исполнителей, наверное? Исполнителей в поп-коллективе. Вот представьте, сейчас все увлекаются Госпелом. И все играют так же, примерно одинаково. Вот есть десять человек, которые пришли на каст. Девять из них играют одинаково в Госпел. И не только один будет играть как-то по-другому. Как вы думаете, кого наймут? Если они до этого девять человек прослушали, то все одинаково. И вдруг раз… А? Да? Да. Поэтому очень важно, на мой взгляд, развивать свой стиль игры, какой-то узнаваемый, стараться это сделать. Нежели копировать модное что-то. Вот, например, что я применяю, несмотря на то, что… Ну, все там… Правда, все, кто бывает на концертах Ирины, выходят в шоке оттуда. Потому что они приходят на шансоны, а увидят там совсем другое. У нас нет шансона, хотя мы относимся к этому стилю. Это поп-музыка. Причем с гитарами зачастую, с дискошенами, картан и все вот… Ролланды всякие. То есть у нас очень много электроники в коллективе. Все это звучит круто, шоу очень клевое. Идет концерт больше двух часов вживую. Вот. И моя задача как исполнителя – привнести вот в любую музыку, где я работаю. Максимально, что вот я могу… То есть задача просто держать ритм, уже давно пропала у барабанчика. Если вы работаете в профессиональном коллективе, то и все музыканты профессиональные. И не проблема, что вы где-то сместите или что-то сделаете, и главное, чтобы красиво звучать. И я обычно после каждого нового сезона… Ну, практически каждый год мы меняем программу. Я подвожу итог, что же я сделал в этом сезоне от того, что было изначально. И к чему я пришел в конце. Вот. И мне всегда интересно – вот есть музыка и как ее разукрасить. Для меня понятно, что в таких стилях сильно не развернешься. Но есть определенный вызов, потому что в таких песнях есть определенный набор сбивок, за которые за рамки стиля вы не можете выйти. А вот сделать их так, чтобы они все время были разнообразными. Вот это тоже такое большое искусство и интересное. И для меня всегда был пример Винни Колаюто Устинга – партия барабанов мировой. То есть там просто такие страшные вещи. Мало того, что эта вещь идет на пять восьмых. Никто не обращает это, потому что все спокойно быть меня танцуют. Колаюто так выстроил партию, что она плавно перетекает. Но! Там такие узоры через флешки и так далее, что… Вот это… Я черпаю, в принципе, многие свои идеи. То есть я периодически переслушиваю Устинга. Еще вот для меня пример Ману Катчи – барабанчик. В работе с Питером Гебрио. Вот там тоже потрясающая работа с флешками. И у меня обычно в концерте, когда я езжу с нашими техниками, у меня висит три флешки. И это мне позволяет где-то сделать, например, сбивку не через том, а через флешки. Три флешки. Все. Если это тихо-медленная вещь, то уже звучит необычно, красиво. Но это, в общем, все то, что не делают другие. Вот я стараюсь делать то, что не делают другие. Тоже, мне кажется, это важный аспект. В прошлом сезоне у нас было вступление интересное. И мне почему-то захотелось там сместить тарелку за вступление. Никто мне слово даже не сказал за все вступление. Гитарист только в конце сезона вдруг почему-то услышал. И я говорю, что это за парк. То есть никто не обратил внимания. Главное – делать это уверенно. Я потом сам думаю, а что же я делаю? Когда я начинаю вступление. Оказывается, это по литме 8 на 3. Шанс сегодня нормально 8 на 3 играть вступление. То есть должно быть, главное, музыкально. И чтобы это слушало, никого не сбивало. И тогда можно делать многие вещи. Но это все зависит от вашей уверенности, от вашего технического уровня. Ну и так далее. В общем, от многих факторов. То есть вы должны быть очень технически развитые. Музыкально развитые. Понимая, что подходит, что не подходит. Что не стоит даже пробовать. Потому что это может. Конечно, есть определенные сбивки для стиля, которые нельзя менять во вступление. У нас есть одна песня. Называется «Роман». Вот эту сбивку, вы не изобретете ничего гениального. Она в диско-стиле. Написана она давно, эта песня. Там еще были электронные барабаны. Звучат они вот так. И кроме этой сбивки вообще ничего не нужно. Вот здесь от рамок стиля нельзя отходить вообще. Ну, в общем-то, вот такие вот какие-то мысли. Да. Вот про нечетный размер. У меня здесь группа, которые очень любят. Они меня все время занимают научить, что нужно. Я вот учусь этим заняться, но не знаю, с чего начинать. Личит как-то. С чего-то опять играть? А все очень просто. Заниматься нечетными ритмами – это так же, как и четными. Надо просто… Как ответ коллайоты на этот счет. Если в каждый ритм по часу проиграете, то через некоторое время вы начнете играть. Потому что как раз коллайоты славятся тем, что он может переходить из размеров в размеры. И он просто говорит, что сидится просто проиграется в эти рисунки. Я научился играть эти рисунки на самом деле тогда, когда я стал минуса обратно. Нечетные. Нечетные. Сегодня я их играть не буду, потому что они требуют особой концентрации, если честно. Но на самом деле, сколько я не разговаривал… Вот у меня… Я разговаривал вот с болгарским гитаристом Хлиста Кириллом. Спрашивал, как у них не ничего. У них же тоже в Балкане еще не все. Все, что сравнил с тем, что говорил коллайоты про это. И все говорят просто вы делите на 2 и 3. То есть по счету это либо 2, либо 3. Ну, например, 7 там раз-два 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 раз-два-три раз-два. То есть не надо там до 7 считать, особенно в быстрых размерах. Я бывает грешу, что я не считаю иногда и просто музыкально ориентируюсь. Но лучше уметь это все-таки, наверное, считать, потому что иногда бывает, что вам кажется… Иногда я просто, когда у меня бывает время, я выставляю метроном на компьютере на 7, чтобы через каждые 7 или 5 считал. И начинаю импровизировать на эту тему. И часто он раскрывает про меня нехорошие стороны, что я просто не в ту полю выхожу, а музыкально так чуть-чуть там находится. Поэтому я иногда ставлю себе так. Самое главное, понимаете, если вы занялись чем-то, то надо это не сегодня, вот я поиграл 5. А, ну и ладно. Если вы уже решили 5 расходить, вот добейтесь сначала, а потом можно бросить. Для молодых паровальщиков хороша система, чтобы вы берете, например, 3 темы каких-то для ежедневных занятий. Допустим, рука-нога, группировки, и я учу риды на 7. Вот пока вы какую-то из этих функций, вот одну вы сделали, например, научились играть на 7. И тогда только меняется на что-то. А остальные, пока не доделаны, вы продолжаете над ними работать. Тем более лучше всего начать, наверное, с 7, если мы нечетные учили. Потому что, объясню. Это как 8, только не хватает одной доли. То есть получается, что? Когда мы играем обычный бит. Раз и два. Да. Раз и два и три и четыре и. Раз и два и три и четыре. 7 будет проще. Раз и два и три и четыре. Раз и два. Вы просто срезаете, и вы сможете... И вот когда вы эту пульсацию держите, что у вас нет одного И, вот с этого проще всего начать. 5 будет посложнее, там больше урезается. Вот. А рекомендую 7 начинать. Причем, вот эту систему мне в свое время объяснила, вот, про срезание одного И. Как мне странно, не барабанщик и сксифонистик. Когда я только приехал в Москву, мне надо было играть на 7. А так как, я не знаю, как у вас, но вот, например, я когда учился там в Воронеже, у нас вот такие размеры вообще сроки никто не играл. А в Москве это уже было разное. То есть, чтобы вот в Москве играть, надо уметь играть. Ну, там люди заморачиваются на это. Приходится даже с листа иногда читать. А у вас тяжелые музыканты? Ну, тяжелые музыканты в Москве тоже это делают, но они делают это немножко по-другому. Они сначала там в каком-то фрутилупсе или где они там пишут. Они напьют это, а потом смотрят, о, размер-то нечетный. То есть, это скорее обратная сторона. Какой-нибудь гитарист посидит там, напил, что ему в колу пришло. А какой-то там размер, он даже зачастую не задумывается. А вот если джазовые музыканты, они намеренно пишут в таких размерах и может меняться размер. Там даже запьешь несколько раз. Мне часто приходилось играть. Что, есть еще вопросы? Сыграть что-нибудь? Ну вот, давайте тогда я вам покажу. Сейчас сыграю трек. Это вот то, что я вам говорил про оригинальность партии, которую вы можете создать. Я как-то задумался, мне попался интересный трек, я подумал, а что я в нем могу сделать? Я решил, а не сыграть ли мне с дробями? Я же там учу 7-stroke roll, 5-stroke roll, все это учат. И мне захотелось применить их на практике. Получился такой луповый рисунок достаточно, он будет повторять через всю пьесу. Но, на мой взгляд, очень прикольно получилось. Не знаю, если вы послушаете, что скажете. Что нужно? Хол yarменьк Ясно-на-на-а-на-на-на-на-на и автисо-agem Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 На которых сегодня играю, для меня это значимый эндорсмент в моей жизни, потому что я начинал с барабанов «Премьер», когда начинал учиться, я всю жизнь на них играл. Когда я подписал контракт с этой фирмой, это было уже давно, наверное лет 5 я являюсь эндорсином барабанов. Сейчас вот их стал представлять магазин «Свет и музыка», я к ним перешел автоматом. Значит, что про эти барабаны сказать можно? Что барабаны звучат всегда. Необычайно звучащие барабаны со своим звуком. Я могу сказать, что, например, играя, бывает, что мне выставляют другие барабаны и может и дороже, но они меня не бывают по звуку такого дикого восторга, как тогда, когда я сажусь за свой «Премьер». И за исключением, наверное, двух фирм, которые мне безумно еще нравятся, это DW и Gretsch. Gretsch, наверное, это единственный барабан, на который я потратил по своей деньги вообще, потому что для меня прям очень они нравятся. Но вот «Премьер» одинаково звучит, он не звучит даже, а он поет. Вот у них какая-то отличительная черта катушки, то ли из-за того, что катушка чуть меньше в диаметре. В общем, это отличительная черта, кстати, «Премьеры», что они чуть-чуть уже. Но и барабаны на них звучат все время по-другому, нежели. Например, к японским барабанам я знаю, что они хорошо звучат, но просто хорошо звучат. Нет такого восторга. Англичане и американцы очень круто делают. Поэтому обратите внимание на «Премьер». Еще немаловажную роль играет, конечно, «Пластик», именно «Эванс». Индорсером, которым я тоже являюсь. Про технологию изготовления «Эванса» вы знаете уже, наверное, да? Да, «Level 3000» и «7». Что они не ложатся, а огибают кромку, из-за этого они настраиваются. Для меня это очень важно. Во-первых, в концертных условиях, когда мне надо быстро менять пластик, то с «Эвансом» проблем нет. То есть его настраивать гораздо быстрее, чем «Рэмо». Во-вторых, в силу того, что у «Эванса» более мягкая структура пластика, что ли, ну как-то более эластичная, его не надо… Вот «Рэмо» мне приходилось все время… Я натянул на малый барабан, и только к следующему дню он там как-то облегал, и вот появлялся звук такой, какой надо. А с «Эвансом» то его можно натянуть и играть сразу же. И еще одна особенность у «Эванса» в этой технологии то, что пластика… То есть что получалось? Раньше по истории получалась такая история. Значит, раньше барабаны были вот с таким срезом кромки. Постепенно кромка стала выравнивать в эту сторону, а пластики остались… Вот если вы «Рэмо» оденете на современный барабан и нажмете с одного края, он будет гулять. «Эванс» сделали так, чтобы они огибали. То есть если «Эванс» положить, то он уже ровно лежит на барабане. Соответственно, если даже затянуть руками, он уже начинает звучать, потому что он ровно лежит. Что это дает? Это дает возможность, во-первых, настроить барабаны ниже. То есть из «Бастома» можно реально вытащить такой хороший низ. За счет этой технологии. Меня сейчас много задает вопрос на эту тему. Почему я играю палочками «Агнера» на майке «Промарк»? Чтобы я развею сразу все мифы, я был эндорсером «Агнер» и сейчас перешел на «Промарк». Но я еще пока не получил эндорсерский запас свой. Поэтому я могу сейчас в данном случае, так как я расторг контракт с «Агнером», а еще не получил от «Промарка», я имею право играть чем угодно. Но на самом деле я сейчас в ближайшем будущем уже должны вот-вот прийти палочки «Промарк». Причина моего перехода была в технологии, опять же, новой «Селект Баланс». Никто не слышал или не слышали. Значит, заключается она в том, что мне приходится играть разные стили. Иногда мне нужны палочки с отском хорошим, например, для джаза. А иногда мне нужны с мощной подачей. И, соответственно, мне приходилось искать разные модели для этой игры. Это не всегда комфортно. Одни толще, другие тоньше. Что сделали «Промарк»? Они сделали самые популярные модели, например, те же «Котя». С балансом вперед и с балансом назад. И, т.е. не надо теперь не искать палочки. Просто берется с балансом вперед или с балансом назад в зависимости от ситуации, какая нужна. Если нужен больший отскок, они называются там «ребаунд». И вперед у них там… не помню, как называется, но ничего. Теперь имейте в виду, что палочки делаются так вот. Они запатентовали это. Они уже выпускаются вовсю. Но только имейте в виду, что это не на все модели распространены. Это на самые популярные. Как «5А», «5Б». Я смотрел, что тут у «Марк» и у них вперед. Я не вообще представляю, что у них задние. Да, у них задние привычки. Мне бы неудобнее вообще. Ну вот сейчас «Промарк» сделали туда и обратно. Плюс они там какую-то сейчас секретную мне сказали. Заработку сделали. Они скоро будут внедрять, чтобы не скользила рука. Хитрые, но не резиновые, как у «Викферса», например. Потому что у них скользит. А еще хуже было у «Зилжина». Потому что я как-то брал в свое время «Зилжиновские палки». Они у меня просто в местах, где я держался пальцами, там не вытирался, а оно пузырилось и почему-то отрывалось. У меня палки обгрызенные были. Ужас некомфортно и начинаю натирать. Вообще я стараюсь играть натуральными палками. Вот «Агна», например, они очень сильно лакированы. И из-за этого мне перед концептом приходится всегда тщательно мыть руки с мылом, чтобы обезжирить. Иначе есть возможность. Вот я сейчас когда играл, у меня дэрдмастер-класс не поймал в руки. У меня была опасность, что оно вылетит. Из-за этого пришлось вцепляться в меня. Что еще из оборудования я использую из такого? Ну, я являюсь эндорсером девяти фирм. Поэтому, если вас что-то интересует, лучше сами спросите. По железу я не дэрдмастер Юфипа. Итальянских тарелок. Причина перехода до этого я играл лет 25, наверное, на зил жены. Просто потому, что я устал от звука. Я уже знал, как он будет звучать, в какой ситуации. Мне он просто надоело, если честно. Мне захотелось что-то поярче. В свое время я так же не понимал, почему мой преподаватель. Потому что я сел на звук только из-за того, что мой преподаватель играл на звук. Я думаю, это самое крутое. И долго очень на них играл. Но потом он в один момент вдруг пересел на палец. Я такой не понял, звук звука это самое лучшее. Как он мог? Потом я понял, что просто со временем, наверное, хочется что-то свежее. В зависимости от каких ситуаций. Для джаза турецкие тарелки. Тут почти те же великолепный подход. У них особенно где-то есть тарелочки с заклевками. Я в московском все это может попробовать. Очень хорошие. По педалям я в основном использую DW 5000. Это моя любимая педаль. Причем я к ней пришел. То есть я изначально купил ее. Поиграл. Потом мне попался Perl иллюминат. Я долго играл на Perl. Причем мне Perl отстроил лично. Вернул донати. Я долго играл на его настройках. Потом понял, что они мне не очень удобные. Лично мне не подходит. Был у меня такой бзик, что если донати играет в такие скорости, то мне эта педаль не подошла. У меня подбился так года полтора. И потом все-таки понял, что моя педаль все равно беда. Она не более такая, немножко может быть массивная в ударе. Но ее мягкость и вот это ощущение удара. Конечно, я в других педалях такого не встречал. Но это, опять же, лично мое. Моя самая нелюбимая педаль это Iron Cobra. Потому что мне с ней приходится все время бороться. Лично мне. Ее надо постоянно дожимать, чтобы контролировать. А на Перли, на Yamaha или на DW этого не надо делать. А сам принцип дожима, на мой взгляд, неправильный. Потому что мы не должны бороться с инструментом. А мы должны играть на нем. А тут, получается, надо бороться с ним. Ну и вот в этом туре мне, раз я не люблю, по образу ставят все время по образу. То есть я борюсь в каждой концерт сцене. Один раз за весь тур мне поставили Yamaha и так дико работать. Вот. Потому что она легко сразу пошла все это. А вот... Стамой у меня какой-то недружим не с ней почему-то. Особенно у Power Glider. Там вот этот момент рывка у меня выбивает из себя. И вообще я с возрастом, с опытом, наверное, пришел к тому, к чему приходят, наверное, все барабанщики. Потому что я тут стал замечать тоже, что все используют ровный Rolling Glide, который не рывковый. То есть вы понимаете, о чем? Нет? Перл и ламинатор себе представляете? У них есть разные насадки. Есть круглая насадка, а есть такая красная, самая ядреная, которая резко рвет. И из-за этого получается, что у вас момент рывка происходит. То есть вы не контролируете педаль на всем протяжении. То есть круглый, он позволяет контролировать нагрузку одинаково. И вот сейчас я пришел к этому, что... Раньше тоже пытался на экстремальных играть, но... Например, типа цирка. Когда звук по кругу. Там очень такая отдача идет. И вот ты залезки заткнул, что ничего не слышишь. Это очень удобно. А, ну еще... Проблема с всякими мягкими наушниками, которые вставляются. Стоит вам улыбнуться или что-то. И они начинают вываливаться. Поэтому жесткие они все-таки лучше, когда сидятся. Какие еще вопросы вас интересуют? То я закончу. Мне только повод дайте. Так, ну что. У меня есть еще финальная вещь. Могу сыграть. Ну... Ну мы тогда закончим на этом. Я, кстати, председатель жюри в московском магазине. В конкурсах участвовать надо, это, во-первых, показ себя, во-вторых, я своих учеников просто заставляю, вот у меня вчера, к сожалению, без меня прошел отчет на концертной школе в Москве, в клубе, вот я заставляю всех участвовать, потому что, во-первых, на таких мероприятиях у вас есть возможность сделать видео, ну, вам запишут сейчас, Ютуб это тот канал, который как портфолио у вас, если вас захотят куда-то пригласить, начнут с того, что будут смотреть на Ютубе, как вы играете, поэтому, если вы хотите продвигаться дальше, делайте, вот, снимайте видео, выставляйте их, сейчас пиар в руках самих исполнителей, то есть, во-вторых, любой конкурс это, как бы, определенная веха, вот, выходите, отыграли конкурс, и следующий конкурс, вы уже сравниваетесь с предыдущим, кто-то сыграл лучше, в следующем году, значит, был рост, кто-то сыграл хуже, непонятно, значит, где-то вы расслабились, надо это наверстывать, то есть, конкурс это такой прямой показатель, потом, тот же конкурс это возможность познакомиться там с другими исполнителями, во всяком случае, в Москве у нас всегда так, каждый раз приходят ребята разные, приезжают новые и так далее, все между собой знакомятся, вот она, в принципе, тусовка, ну, и там призы еще, это тоже очень хорошо, вот, вот, у меня сейчас тоже, кстати, будет, вот, 15 декабря, я не знаю, знаете, не знаете, от моей школы тоже идет конкурс, 15 декабря он закончится, если кого интересует, кто хочет поучаствовать, еще время есть, но там надо снять видео, на определенную композицию, то наберите вконтакте новогодний конкурс МГУ, и вы попадете на это, вот, вот, ну, опять же, сейчас призы в условиях тяжелых финансовых, положения очень важны, потому что призами бывают малые барабаны, тарелки, тоже, ну, и вообще приятно, когда, даже, вот мой один ученик, например, у него была очень такая, показательный прошлый, вот этот, вернее, вот этот конкурс, который прошел все это музыки, вот летом, потому что он учался в прошлом, ну, участвовал и участвовал, ничего не произошло, а в этом он уже прошел в полфинал, о, в финал прошел, вернее, ну, то есть комиссия единодушна, не из-за того, что я сижу в жюри, потому что я к своему очень требовательно отношусь, а просто единодушно комиссия решила, что он должен пойти в финал, для меня это тоже новостью будет, скажем так, вот, поэтому участвуйте, это ваш рост, мы все в свое время участвовали в конкурсе, кто-то побеждал, кто-то тут, ну, это, мне кажется, такое здоровое соревнование у меня, что-то, музыканты. У нас на конкурсе возникают еще, говорят, споры между классической школой и саморучками, а рок-музыкантами, что, как бы, рок-музыканты, это именно классические преподаватели, ну, возникает какое-то время, когда он делает, что на конкурсе? Ну, скажем, тут нет никакой разницы, какого образования, ну, комиссии, главное, чтобы это был профессиональный музыкант, потому что оценивается музыка в первую очередь. Мне тоже, когда, мне писали тоже, говорят, что вы там джазминов протаскиваете или еще кого-то, никого не протаскиваем, честно. Я на это отвечаю всегда, я говорю, ребят, сыграйте мне нормально, вы пройдете в финал. Мы играем трек группы Металлика. Это не Металлик, Металлик, это вот такая амплитуда, агрессия, то есть передайте мне вот это состояние, я вас только учу в финал. А когда сидит там, в очках, я буду играть сейчас трек Металлик, но это смешно. То есть тут не то, что придираешься, а нужно передать эмоциональное состояние. Не просто взял, тупо отсидел этот трек. Поэтому, у меня нет разделения, я одинаково люблю как и рок, и мне приходилось в свое время работать в индустриал командах. Поэтому, если это качественно сделано, то, веком. Вообще нет никакого предпочтения. Один раз Дима Фролов, как барабанщик группы Металлик, попросил меня металлиста, говорит, давай его в финал. Я говорю, ты понимаешь, что он в финале не справится, когда сейчас не будет, будут минуса, которые неизвестны. Но Дима очень попросил, я говорю, хорошо. Когда ему попадается вдруг... Дело в том, что я в московском конкурсе делал так, я не знаю, какой трек включит. Я вот принес на фоне...